МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чемкент пришлось отправиться поездом. В 5 часов вечера мы выехали из Алматы и в 7 утра были уже в столице Южно-Казахстанской области. В Чемкенте я присоединился к ребятам из отдела туризма Сайрам-Угамского национального парка. Мы отправились в турне по наиболее интересным, природным и историческим объектам Южно-Казахстанской области. Дорога не заняла у нас много времени, так как основные городища находились в радиусе 150 километров от Чемкента. Когда-то земля современной Южно-Казахстанской области была пуповиной, связывающей страны и народы. Здесь кипели бурные геополитические события. Здесь решались судьбы стран и народов. Не будем подробно останавливаться на эпохе Палеолита и Неолита. Заметим лишь, что знаменитая галерея петроглифов в урочище Каскабулак свидетельствует о том, что западный Тиньшань был населен людьми как минимум с 4-го тысячелетия до н.э. В предгорьях западного Тиньшаня сохранилось много памятников эпохе арабского завоевания. Даже если бы мы катались по Южно-Казахстанской области не два дня, а два месяца, то и тогда нам вряд ли удалось бы осмотреть и десятую долю всех исторических достопримечательностей, которыми так богат этот край. Но мы должны были расстаться с ребятами из отдела туризма и присоединиться к учетной группе научного отдела национального парка, чтобы принять участие в государственном учете животных на территории национального парка Сайрам-Угам. Мы встретились с Максимом Князевым, который привез фотоловушки, и сразу выехали в горы. Западный Тиньшань в пределах Казахстана начинается к югу от Кыргызского грибта за Таласской долиной. Здесь возвышается цепь Таласского Алатау в окрестностях города Тарас. Казахстанская часть Таласского Алатау, Жабаглинские горы и Сайрамский хребет. Жабаглинские горы разделяются на два горных хребта, образуют бассейн рек Аксу-Жабаклы. Приташкентские горы состоят из нескольких горных хребтов, отходящих к юго-западу от Таласского Алатау. К ним относятся Сайрамские горы с самой высокой точкой пиком Сайрам. Хребет Каратау находится на западной окраине западного Тиньшаня. Он простирается в северо-западном направлении на 400 километров. Средняя высота его – 1800 метров. Самая высокая точка – Манжуки. К северо-западу он понижается, и уже в месте слияния сухих русел рек Сары-Су и Чу гора переходит на плоскогорье. Мы планировали посетить три региона – горы Каратау в Тюлькубасском районе, долину реки Сайрам-Су в Талибийском районе и реку Угам в Кызылгурском районе. Начали с Каратау. В 60 километрах от Чимкента, не доезжая до села Пстели, мы остановились перекусить у небольшого родникового осерца Балыкты. По всей глади озера плескалась какая-то рыба. Наш гид Нуржан пояснил, что здесь обитает обыкновенная маринка, ловля которой разрешена в определенный сезон. Тогда как обитающая в Алматинской области Ильийская маринка внесена в Красную книгу и рыбалка на нее запрещена. Через десяток километров мы подъехали к турбазе Сайрам-Угамского национального парка Кукбулак. На хребте Каратау, где мы находились, обитает очень редкий каратауский подвид архаров, которого мы и попытаемся найти. Забегая вперед, можно сказать, что неподалеку от массива Каратау на склонах Таласского хребта обитает еще один тиньшанский подвид архаров. И по сведениям сотрудников парка, тиньшанские бараны из заповедника Аксуджа-Баглы иногда переходят через железнодорожную насыпь в Каратауские горы и, возможно, образуют подвидовые гибриды. Интересно, сумеем ли мы увидеть редчайшего каратаусского барана и будет ли он отличаться от тиньшанского? Мы упаковали свой нехитрый скарб в коржуны и выехали вверх по ущелью Кок-Булак. Для жителя Алматинской области, привыкшего к горно-хвойным лесам, растительные сообщества западного тиньшаня покажутся экзотикой из каких-то восточных сказок. Орехово-плодовые, фисташковые и арчовые леса Южно-Казахстанской области относятся уже скорее к Памира-Алайскому типу. Удивительное для северянина обилие дикорастущих плодовых деревьев создает ощущение изобилия земли обитаванной. Поднявшись в верховье Кок-Булака, мы разбили лагерь у его истоков и приступили к установке фотоловушек. Учитывая, что каратауский горный баран это один из самых редких подвидов горных баранов на земле. Около 200 особей. Мы, конечно, надеялись снять их живьем, но больше все же рассчитывали на фотоловушки. Мы решили попробовать 4 ловушки трех известных производителей. По пути мы подняли Кумая. На вершине 8-метровой арти громоздилось огромное гнездо с одним яйцом. Расставив фотоловушки, мы поднялись на небольшой гребень, разделяющий два ущелья. И вот, о чудо! Сотни метров от нас спаслась самка Архара. Она не отходила дальше 100 метров от густого кустарника, где, по-видимому, прятался ее детеныш. На следующий день мы проснулись затемно. Наскоро попили чай и к пяти часам утра уже бодро карабкались на перевал. Горы Каратау сложены осадочными породами, то есть когда-то здесь было дно первичного океана. И если хорошо поискать в скалах Каратау, не так уж трудно найти следы морских организмов, зубы акулы или ежа. Удача сопровождала нас. В первое же утро второго дня экспедиции мы нашли неуловимых каратауских Архаров. Поднявшись к перевалу, мы прошли через пробитую в скале ветром арку и увидели Архаров. Шесть представителей этого вида резвились внизу, вытворяя не совсем приличные, с нашей точки зрения, вещи. Впрочем, это всего лишь игра. Нам не повезло, что наверху ветер, и если не сбивал с ног, то камеру со штатива точно валил. Поэтому видео получилось дерганым. Вот мы и посмотрели каратауских Аргали. Видимо, из этой шестерки двум самцам больше восьми лет. Классические различия в форме рогов позволяют без труда отличить каратаусского барана от тиньшанского. Но это в теории. Потратив весь день на изучение изменчивости рогов под вида Нигри-Монтана, к вечеру в лагере мы проанализировали полученные сведения и сделали фундаментальное научное обобщение. Рога у этих баранов чуть меньше, чем случалось видеть в центральном тиньшане. Хорошенько выспавшись, утром мы отправились проверять фотоловушки. К нашему удивлению, ночную фотосессию устроили Дикобрас и Косуля. Похоже, две звезды мирно уживались на одной съемочной площадке. Чуть позже мы перебрались в долину реки Сайрам-Сул, встали лагерем в ее верховьях и расставили фотоловушки. Одну из них прикрутили к кусту возле большой норы на поросшем яблонями склоне. Установив аппараты, мы отправились в лагерь, дожидаться утра. Утром первым делом мы сняли фотоловушки и изъяли отснятый видеоматериал. Мы были слегка шокированы открытием, которое было запечатлено на видео. Вот что там происходило ночью. В нору забирается Дикобрас. Смотрим дальше. Надеемся, что сейчас появится самка Дикобраса. Но не тут-то было. Вслед за Дикобрасом в нору забрался барсук. Проанализировав полученное видео, можно сделать вывод, что два абсолютно разных вида животных уживаются в одной норе. Далее по плану мы должны были переместиться к реке Угам. Собравшись в путь, мы выдвинулись дальше. С перевала в 2200 метров над уровнем моря на долину Угама открывается изумительный вид. По пути гид обязательно расскажет вам трогательную историю, как 40 девушек, спасавшихся от джунгарских захватчиков, спрятались в ущелье. Но когда их враги все же нашли, они превратились в 40 каменных извояний. Шесть месяцев в году долина Угама и одноименный поселок отрезаны от большой земли. В поселке нас уже ждали с лошадьми проводники Нуржан и Марат. Нужно признаться, характер у меня скверный. Я почти всегда нахожу в проводниках массу изъянов. Но к Нуржану и Марату у меня никаких претензий не было. Не возникло их и впоследствии. Парк еще совсем молодой и трофейной охотой занимался всего один сезон. Опыта особого нет. Зато Марат великолепный рыбак. За полчаса он поймал к обеду пол ведерка отличных маринок. И вот мы на маршруте. Скромными средствами дерганого видео невозможно передать красоту ландшафтов. Глубокие, замысловато изрезанные ущелья. Поросшие зеровшанской, полушаровидной, стелющейся арчой. Верховая езда по вершине плато не показалась утомительной. Сложных или опасных участков не было. Время от времени мы спешивались и разглядывали уходящие вниз склоны. На пути нам повстречалось довольно неприятное гостье. И мы не обделили ее своим вниманием. Ну, смотрите, еда, гадюка. Не боитесь? Едовите, едовите. А вот чуть дальше мы встретили еще одного представителя присмыкающихся. Но теперь речь идет о безногой ящерице с ироничным названием «желтопузик». За первый день мы увидели четыре табуна козерогов – волка, барсука, большого самца-медведя, правда, издалека в трубу, и четыре косули. Вечером я поставил возле своей палатки фотоловушку. И вот что мы увидели утром. Кадры действительно пугающие. Особенно, когда задумаешься о том, что ты спал в этой палатке. На следующий вечер спалось значительно хуже. Долго искать ночного гостя не пришлось. Прямо под нами в сотни метров паслась медведица с двумя прошлогодними пестунами. Один из них почему-то был черный, а другой бурый. К полудню хляби небесные разверзлись, подмочили наш запас энтузиазма. И мы, махнув рукой на подвиги и приключения, расположились на дневку. И, нужно сказать, не пожалели об этом. Дождь превратился в метель. Ветер рвал палатки. Зато на утро, когда все стихло и проглянулось солнце, вся живность выбралась на свет Божий. На противоположном склоне, в табуне козерогов, мы разглядели в трубу одного заслуженного пенсионера. Хотелось подобраться к нему поближе, но о том, чтобы перебраться через реку после дождя, нельзя было и думать. Река вздулась, приобрела цвет шоколадного мороженого и ревела внизу. А под нами опять разгуливала медведица. Мы было подумали, что это наша вчерашняя знакомая. Но она оказалась светлее, значительно крупнее, и у нее был всего лишь один отпрыск. Я еще раз убедился, что мы поступили правильно, приняв решение не спешить и переждать непогоду. Мы попили кофе и спокойно расселись с биноклями на уступах каньона. И все наши четвероногие друзья, как в сказке, пришли к нам сами. Сначала появились козероги. Небольшими стадами они не спеша перемещались по склону и в конце концов вышли в паре сотен метров от нас. Потом появились две самки-косули. Вдруг на них, как лихой джигит, налетел самец и погнал одну из них по большому кругу. Бешеным голопом парочка пробежала полкилометра и выскочила прямо на нас. Этот бег с препятствиями мы не смогли объяснить иначе, как спортивными целями. Оказывается, косули тоже отдают должное фитнесу и правильно делают. Что касается меня, я скинул в этом путешествии килограмм 7-8, что явно пошло мне на пользу. Кроме того, мы провели разведку замечательных мест и надеемся вернуться сюда в августе, когда откроется охотничий сезон. Продолжение следует...